Тесное сотрудничество между Таллинским аэропортом и Департаментом защиты прав потребителя началось с момента, когда после краха компании Estonian Air к чиновникам хлынул поток жалоб и вопросов от разгневанных или растерянных пассажиров. Именно тогда департамент стал предлагать дополнительные возможности консультирования в отношении имеющихся билетов на самолеты закрывшейся авиакомпании. Если ответы на вопросы по этой теме клиенты получали и продолжают получать в аэропорту в устной форме, то сегодня департамент расширил свое присутствие в этом важнейшем для страны транспортном узле, установив там несколько так называемых интерактивных киосков с экранами, отвечающими сразу на массу важных и часто задаваемых туристами вопросов. В законе прописано немало правил, которые обычный человек может не знать. Поэтому мы решили создать интерактивный экран, раскрывающий три основных аспекта. Первый из них представляет информацию, связанную с регистрацией на полеты, из которой человек может, например, узнать, что делать, если вылет самолет и задерживается. Второй аспект рассказывает о шенгенской зоне и правилах поведения в ней. И третий отвечает за вопросы, связанные с визовым режимом. Работает этот интерактивный подсказчик Департамента защиты прав потребителя сразу на трех языках – эстонском, русском и английском, что логично для важнейшего транспортного узла страны. Как показывает практика, путешественники предпочитают получать предварительную информацию еще до начала рейса. Они хотят знать о своих правах, о том, какие у них обязательства и какие есть права и обязанности у перевозчиков по отношению к ним. Обычно путешествующий человек обращается в Департамент защиты прав потребителя лишь после того, как что-то уже произошло. Теперь же у него появилась возможность ознакомиться с правилами Евросоюза и Эстонии еще до начала путешествия. Помимо всего прочего, в случае необходимости через интерактивные киоски можно связываться напрямую и с самим Департаментом защиты прав потребителя, который ответит при первой возможности. Все это делает их уникальными в масштабах целой Европы, где пока ничего подобного не существует. По словам представителей Департамента защиты прав потребителя, интерактивные киоски в аэропорту – это пилотный проект, который, возможно, вырастет во что-то более крупное. И кто знает, быть может, когда-то мы сможем увидеть их и в других важных транспортных узлах страны.